Продолжение следует... В вторник особо важных данных выходить не будет. Я сосредоточусь на самых-самых важных событиях, потому что, вы знаете, календарь достаточно богатый на события, если убрать вот эти три звездочки красные и оставить абсолютно все новости. Видите, и в понедельник у нас что-то есть безработица по Испании, и во вторник что-то уже даже вышло сегодня. Важного я во вторник ничего не вижу. Ну ладно, оставим такой формат. Хотя вот в США, вы видите, есть размещение векселей, розничные продажи во Франции, в еврозоне розничные продажи. Хоть важность не такая высокая, но стоит на это обратить внимание, потому что розничные продажи это еще и инфляция, будущая инфляция. Мы видим, что в прошлый раз было 3,1. Рынки ожидают 2,5% роста в годовом учислении розничных продаж в еврозоне. Посмотрим, как выйдут данные. Это сейчас важно, потому что ЕЦБ настроился на режим бдительности, если говорить словами Трэше, бывшего председателя Центрального банка. Ну и среда. Начинаются более-менее важные данные. Поступят они из США. Вот у нас торговый баланс. Не думаю, что высокая важность сейчас, но на торговый баланс снова стали обращать внимание после прихода Трампа. Что еще вижу? Деловая активность PMI 55 ожидается выше, чем было в прошлый раз. Тоже средняя новость на самом деле. В четверг у нас что? Темпы роста ВВП. Да, вот думаю, что ключевое событие на ряду с решением по ставке ЕЦБ. Оба приходятся на четверг. Это могут быть серьезные движения. С утра мы увидим данные по ВВП, потом уже решение по ЕЦБ. Хотя, конечно же, ставка решения согласована уже до выхода данных. Скорее всего, 2 часа, 2 часа 45 минут разницы. То есть, какими бы они ни вышли, решение ЕЦБ и даже пресс-конференция, она согласована и заранее расписана. Вы знаете, Марио Драги читает уже заготовленного сопроводительного письма. Так что, если будут очень резкие изменения, то это отразится лишь на следующем заседании ЕЦБ. Значит, что мы ждем по ВВП по еврозоне? 2,2 роста против 1,9 в прошлый раз. Это говорит о том, что, скорее всего, экономика ЕЦБ, еврозоны начинает входить в более активную фазу. Растет инфляция, растут объемы валового продукта. Если в таком же ключе будет продолжаться все это, то у ЕЦБ не будет другого шанса, кроме как повысить ставку, скажем, в начале следующего года. Пока о датах говорить не будем. Мало кто знает, когда это произойдет. Скажем, в прошлом году летом рынки были настроены на ожидание в районе 60 месяцев. Потом эта цифра снизилась. То есть, 3-5 лет рынки не ждали никаких изменений. Но времена другие. С тех пор очень много воды утекло. И никаких 3, даже года не будет. Уже в течение следующих месяцев ЕЦБ может пойти на какие-то превентивные даже шаги. Не предупредить инфляцию повышением ставки один раз. Но это не такой легкий будет шаг. Не такое легкое будет решение со стороны ЕЦБ. Итак, темпы роста ВВП. На евро, как это отразится, да. Понятно, чем выше ВВП, тем выше евро. Потому что это высокая вероятность повышения ставки. Собственно, само заседание. Естественно, никто не ожидает роста ставки в этот раз. Но пресс-конференция Марио Драги. Вот 15.30 по московскому. Сейчас одинаковая. Прибалтика, Украина, Москва. Время везде одинаковое. 15.30 будет живая трансляция. По Блумбергу я обычно смотрю. Он часто транслирует все заседание, все выступление Марио Драги. И мы узнаем, что к чему. Для тех, кто хочет все это видеть или читать на русском языке, вы можете на нескольких сайтах. Там Форекс.ПФ есть сайт, где зачастую в виде комментариев публикуются основные тезисы выступления Драги этого сопроводительного письма. Окей, ну понятно, первичные заявки на пособие. Очень стабильно держатся нонфорома, не нонфорома, Jobless Climbs, Initial Jobless Climbs. Этот индикатор называется на английском. Уже много месяцев, может даже лет, год-два, цифры ниже 250 доходили до 230. Так что тут никакой интриги нет. Ну и собственно важность средняя. Что у нас еще? Пятница наконец. Я думаю, четверг можно пропустить. Да, запасы нефти. Хотел бы остановиться на этом. Запасы сырой нефти. В прошлом у нас было 5,3-5,4 миллиона сокращения. Учтите, что все, что будет в этот раз, подвержено, все цифры подвержены влиянию урагана Харви, который был последний. И стоит учесть, что если запасы очень сильно снизятся, не стоит спешить с покупками. И наоборот, если они будут высокими, тоже это еще ничего не значит. Почему? Потому что ураган – это разовое событие. Он искажает всю реальность. То есть искажает реальность спроса и предложения. И могло случиться так, что из-за урагана было очень слабое предложение. Спрос остался на прежнем уровне. И запасы снизились очень сильно. Но если бы не было урагана, такого снижения бы не было запасов. Так что учтите этот фактор, этот момент. Думаю, неделю-две статистика будет страдать из-за того, что был серьезный ураган. Кстати, я вам хочу еще показать сайт, где можно смотреть ураганы, влияние штормов, вообще всех катаклизмов. Вот у меня уже настроен Мексиканский залив. Вы видите, как потоки с моря, ну, не сильные, конечно, 10-20 км в час – это не сильно. Во время урагана вот здесь был вихрь, и цвета были красные, бордовые. Очень серьезная была атака циклона с моря. Ну, собственно, и ураган Харви называется. Так что вот этот сайт. Я его на вебинаре еще обсужу. Всех приглашаю завтра на вебинар. В то же время, по вторникам, обзор текущей ситуации. Хорошо, вернемся к календарю. Вот у нас календарь. По запасам нефти мы уже обсудили. Китай, экспорт, импорт. Не столь важно, потому что куда важнее ВВП и инфляция. Ее нет. На этой неделе она не будет выходить. И, наконец, пятница, количество буровых. Тоже подвержено влиянию урагана. Учтите для тех, кто торгует нефтью. Ну, и по Британии ряд новостей, промпроизводство и так далее. Давайте на графике посмотрим, как менялись, как развивались события. Евро у нас сделал небольшую коррекцию. Но для последних дней, для того уровня коррекции, отсутствие коррекции, это тоже коррекция на безрыбье и рак рыба. Упали до 1,17 копейками, но сильно не смогли скорректироваться. Тут очень серьезный трендовый канал. Назовем его каналом. Интересно, канал или нет, мы узнаем. Ну да, канал. Очень даже вот это можно убрать. Который, собственно, и послужил поддержкой в прошлый раз. И сейчас даже до него не дошло. Все еще остается важным уровнем 1,17. И дальше, для тех, кто настроен к покупкам, ждите 1,15. Думаю, сильно ниже не дадут пока упасть. Рынок бычий. Рынок ждет свежих идей от Марио Драги, намеков. И это все состоится уже в ближайший четверг на заседании ЕЦБ и выступлении Марио Драги. Ну и до этого будет ВВП, как мы уже говорили. Пройдемся по основным. Ну, ГАЗ у нас очень неплохо ведет, лично с моей точки зрения себя. И ПУТЫ успел построить, и КОЛУ. Ну, то есть удалось делать и реализовать и медвежьи идеи, и бычьи идеи. Все вот в рамках вот этого треугольника, конечно, мы его выбивали. Потом снова заходили, потом не могли сильно выбиться из него. Был флет, и вот сейчас пробили, ушли вниз. Думаю, на 2,9, на 3 можно присматриваться к покупкам с расчетом на то, что уйдем хотя бы на 3,25, как я вижу из графика. Что еще? Вот Зара, да, мы только сглазили ее, говорили, что, возможно, мы вокруг отметки 33,50 такая консолидация произошла. Но вот сильно упали вниз. Об этом тоже завтра на вебинаре поговорим. Сейчас нет времени. И продолжаем падать. Хорошая ли это возможность для покупок, завтра я расскажу. Что еще интересного происходит? S&P, да, давайте с нефти начнем. Нефть после ураганов, после того, как он прошел, и рынок выяснил, что ничего страшного не происходит. Это не ураган Катрины 2005-2006 года. Не помню, 5 или 6 сентября, октябрь был. Последствий никаких особо нет для нефтяной индустрии. Он упал. И вот сейчас коррекция, восстановление до каких-то уровней. На доллар выше, чем минимум, и даже меньше. 46,50 было, сейчас 47,17. Но очень узкий диапазон. По золоту, как и говорили на вебинарах, всегда обсуждаем, рост геополитической напряженности не мог не отразиться на росте золота. И вот такой это weekly, недельный график, очень даже неплохо наблюдается рост. Вот долларов 100, да, уже долларов 100 отыграли. Вот здесь видите, 1250 и даже, может, ниже. За месяц почти 100 долларов рост, это немало. Конечно же, тут влияет на ситуацию напряженность между Штатами, Северная Корея и так далее, все эти угрозы. И, наконец, S&P, мы нарисовали вот такой канал, выбили его, попытались снова зайти, с первого раза не получилось. Еще одна коррекция, поддержку нашли, такое двойное локальное дно и со второго раза уже уверенно зашли в канал. Но вот сейчас гэп вне канала. Но учтите, рынок сегодня слабый, такой, да, чопи-маркет, как говорят, очень без объемов, именно рынок фьючерсов. Так что это пока еще ничего не значит. Посмотрим, как завтра откроется уже регулярная сессия на американском рынке, на американских биржах. И вот после этого стоит какие-то принимать решения. Сегодня праздник, можно, собственно, отдыхать, особо не торговать. Ни к чему хорошему это обычно не приводит, мой опыт показывал. Вялый рынок, так что лучше отдохнуть и приготовиться к следующей неделе. Я желаю вам удачи, удачи на рынке, профитов. Ставьте стоп-лоссы, будьте осторожны. Всем спасибо.